В универсально-спортивном комплексе Водовосковья открылась спартакиада по многоборию ГТО среди учащихся общеобразовательных школ района. Здесь участвует более 200 мальчишек и девчонок. Они здесь сдают нормативы и стараются получить заветные для них серебряный, бронзовый или золотой значки. Эти самые значки, причем именно золотые, на торжественном построении перед открытием спартакиады получили шестеро юных физкультурников. Показавших в прошлом году отличные результаты. Они теперь, тем более, готовы к труду и обороне. Осталось только немного подрасти. Сначала я плавала 25 метров. Через несколько дней я пришла сюда и сдавала бег, прыжки в длину, отжимания, наклон вперед. Было чуть-чуть сложно, когда я бежала на время, но у меня получилось, и я очень рада. Спартакиады по многоборию ГТО – это 12 дисциплин. И помимо уже привычных, известных, появляются и совершенно новые, которые только еще входят в тренировки физкультурников. Например, скандинавская ходьба. Сегодня у нас виды спорта из спартакиада, которые можно сдать в войска Подмосковья. Это бег, легкая атлетика, прыжки, наклоны, упражнения на пресс, на отжимания, на подтягивания. Соревнования школьников – это первый этап спартакиады, районный. В дальнейшем же в мае лучшие из лучших поедут на областные состязания в Подольск, потом на общероссийские. Немалым стимулом для ребят будет то, что традиционно финальное многоборие ГТО состоится в Крыму, в знаменитом лагере «Артек». А так как Щелковский район по многоборию ГТО в Московской области в числе лидеров, наши самые сильные и самые быстрые юные физкультурники вполне могут рассчитывать завоевать путевки на финальный этап соревнований и поехать в солнечный «Артек». Если по нормативам, то и на золото все сдала. То есть прыгнула на метр восемьдесят, может побольше, я уже не помню, а пробежала на девять и пять, шестьдесят метров. То есть, ну это золото. Наклоны, мне кажется, я замечательно сделала. Вот. Андрей Циханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».